Всем добрый день. Я в вашем распоряжении. Пожалуйста, коллеги, давайте начнем работать. Первый вопрос касается Кипра. Я задам вопрос по-английски. Вы и президент Путин критиковали решение принятой ЕС. Думаете ли вы, что ЕС критикует вас, и думаете ли вы, что последние события могут подорвать доверие между Россией и Европейским Союзом в долгосрочной перспективе и подорвать все взаимоотношения между Брусселем и Москвой? Я думал, какие у меня ощущения, и они у меня следующие. Пока действия Европейского Союза и Европейской комиссии вместе с правительством Кипра по урегулированию долговой проблемы, к сожалению, мне напоминают действия слона в посудной лавке. То ли по кризисам соскучились, забыли то, что происходило несколько лет назад. Мне кажется, все возможные ошибки, которые можно было совершить в этой ситуации, уже совершены, включая подрыв в целом доверия к финансовым институтам, и не только к киприотским институтам, не только находящимся на Кипре. Именно с этим связана наша жесткая оценка. Мы же сами, естественно, за то, чтобы наводить порядок в финансовой сфере, для того, чтобы проводились мероприятия по оздоровлению банкам, естественно, чтобы была более прозрачная информация о владельцах счетов, о бенефициарах. Все это нормально абсолютно. Но это не должно приводить к обрушению банковской системы. Она, к сожалению, сейчас, банковская система на Кипре, она находится в очень сложном положении. Она, по сути, остановлена, не говоря уже о том, что финансовая ситуация у этого члена Евросоюза преддефолтная. Поэтому, как нам представляются, подобные переговоры и решения все-таки нужно было бы обсуждать с разными заинтересованными сторонами, а не скрываться за формулировкой, что Кипру негоже обсуждать это с кем-либо другим. Но тогда пусть все решения и принимаются только в рамках Евросоюза, но я уверен, что это хорошо. Отразится ли это как-то на наших будущих отношениях? Но мы должны дождаться окончательных решений. Вне всякого сомнения, эта ситуация сейчас волнует всех в Евросоюзе и, может быть, спусковым крючком для начала новой серии локальных финансовых кредитов. Теперь по поводу того, что в целом происходит. Я уже давал свою оценку, вы ее воспроизвели. Мера, которая предложена, носит явно экспроприаторский конфискационный характер. Абсолютно беспрецедентно по своей природе. Я вообще не могу ее ни с чем сравнить, кроме отдельных решений, которые предпринимались в определенный период с советскими властями, которые не особенно церемонились с накоплениями населения. Но мы вообще живем в 21 веке в условиях глобальной рыночной экономики. И все настаиваем на том, что должны соблюдаться права собственности и основные положения, касающиеся банковского регулирования. Причем удивительно то, что наряду с идеей произвести это изъятие, по сути, была заблокирована деятельность всех банков на Кипре. Включая самые крупные банки и банки с российским участием, которые абсолютно нормальные и здоровые, у которых никаких нет проблем с балансом, никаких нет проблем с налогами. Тем не менее, они не только не могут ничего делать, по сути, остановлена операционная деятельность. Остановлена текущая деятельность по операциям. Подчеркиваю, не изъятие с депозитов какого-то процента, а текущая операционная деятельность. Там совершается огромное количество операций, сделок. Все эти сделки абсолютно находятся под контролем банковских властей. И если эти операции не будут разморожены, то это грозит очень большими убытками. Но не говоря уже о том, что можно будет смело похоронить всю киприотскую систему банков. Ее просто не будет. О чем, кстати, некоторые наши коллеги по Евросоюзу прямо говорят. Видимо, цель такая, чтобы ее разрушить. Это пойдет на пользу экономике Евросоюза и будет способствовать урегулированию этого кризиса. Есть и другие последствия. Если такого рода проблемы возникнут, огромное количество клиентов, представляющих государственные структуры и, наверное, какие-то частные структуры, будет обращаться с исками. И эти иски пойдут, я уверен, в отношении самой Республики Кипр и в отношении других лиц, которые причастны к началу этого довольно сложного периода. У нас есть свои, естественно, здесь и резонные, и, конечно, свои интересы государственные, потому что у нас и банки там держат свои активы, и большое количество российских бизнесменов. И вовсе не все они, так сказать, пытаются скрыться за какой-то ширмой специальной юрисдиции Кипра. Нет, это просто удобная форма работы. Вы все знаете, как значительная часть фирм работает через SPV, и это обычная международная практика. У нас есть договор об избежании двойного налогообложения с Кипром. Я не знаю, нужен ли нам такой договор в этом случае. Может встать вопрос о расторжении этого договора, о его денонсации. Последствий может быть очень и очень много. Поэтому, еще раз говорю, нужно действовать максимально внимательно. На территории России находится делегация из некоторого количества министров Республики Кипр, министр финансов, некоторых других государственных лиц. По моему поручению, с ними встретился первый вице-премьер Шувалов, в настоящий момент они продолжают обсуждение этой темы. Но я надеюсь, что в конечном счете будет принято максимально выверенное решение, которое и Кипру поможет, и не расстроит наших отношений с Евросоюзом. Я напомню, что мы встречаемся с Еврокомиссией буквально уже завтра вечером, и послезавтра проводим переговоры. И, конечно, ситуация вокруг Кипра, с учетом вот этих факторов, она будет обсуждаться весьма активно. Пожалуйста. Господин премьер-думир, второй вопрос мой. Я хотел бы спросить вас о определенном прогрессе по поводу безвизового сообщения между Россией и Евросоюзом. И хотел бы вас попросить попрогнозировать, какое значение будет иметь фактор союзного государства Белоруссии и России на дальнейшие переговоры. Потому что разные оценки от Белоруссии этого процесса и разные взгляды Белоруссии на этот процесс. Какое значение будет этого фактора, союзного государства? Сначала про визы. Мы находимся в диалоге по визам с нашими партнерами из Евросоюза уже достаточно давно. По-моему, этот диалог начался в 2007 году. Мы старались его активизировать, и я лично этим занимался и продолжаю по определенным вопросам заниматься. Здесь два трека. Первый касается безвизового общения, то есть возможности ездить на территорию государств Евросоюза из России без виз и наоборот. По этому направлению у нас есть и определенные достижения. Мы смогли согласовать так называемый список совместных шагов. Это было сделано в 2011 году. И определенные проблемы, потому что движение по целому ряду направлений не идет. Наши партнеры, наши коллеги ссылаются на то, что есть отдельные позиции у отдельных государств, увязки с различными нашими процессами. Мой ответ прежний. Я считаю, что это в интересах и Европейского Союза, и Российской Федерации. Интерес здесь абсолютно взаимный. Каждый год из России приезжает 5 миллионов человек, ну и не меньшее количество из Евросоюза приезжает в Российскую Федерацию людей. Поэтому это наш взаимный интерес, и в настоящий момент, как принято говорить, шарик находится на стороне Европейского Союза. Мы ждем формулирования окончательной позиции и действий на этом направлении. Это будет полезно, с учетом того, что мы крупнейшие партнеры экономические, у нас масса связей. Ну, в общем, что тут друг друга агитировать. Что же касается второго трека, то это так называемые визовые упрощения, то есть возможность ездить с визами, но в облегченном порядке для отдельных категорий, лиц, которые приезжают на нашу территорию. Здесь процессы тоже идут, и в общем и целом мы смогли вроде бы выйти на определенные договоренности, касающиеся отдельных категорий лиц, которые будут приезжать на территорию России, наоборот. Но второй трек, он не подменяет первый, и это скорее вспомогательное направление, и не это главная задача. Но, тем не менее, естественно, мы продолжаем общение и на этом направлении. Союзное государство. Ну, строго говоря, у нас союзное государство с нашими белорусскими соседями, с нашими белорусскими партнерами появилось уже довольно давно. Какие-то процессы в рамках союзного государства идут быстрее, какие-то медленнее, но мы проводим мероприятия, совсем недавно состоялся Высший государственный совет России-Белоруссии, который прошел с участием всех основных должностных лиц, и российских, и белорусских. Мы продолжаем сотрудничество. Это форма интеграции, которая, в общем, позволяет нам решать целый ряд задач. Она не подменяет интеграцию, скажем, например, в таможенном союзе и в едином экономическом пространстве, но это наш с белорусами путь развития. Оказывает ли это какое-то влияние на визовый диалог? Ну, я всегда исходил из того, что здесь такого прямого влияния нет, потому что, в конце концов, мы ведем разговор с Евросоюзом от имени Российской Федерации, а не от имени союзного государства. У нас нет на это никакого поручения со стороны белорусских коллег, но и потом союзное государство вполне понятным причинам не прекращает международную правосубъектность Российской Федерации, которая будет продолжать свой визовый диалог с Евросоюзом. Белоруссия, естественно, вправе выстраивать свой диалог, это тоже нормально. Дмитрий Анатольевич, хотел бы спросить про другого нашего ближайшего соседа, про Украину. С учетом того, что Украина сейчас нам уже не настолько интересна, как страна транзитная, у нас северный поток, строится южный поток, но тем не менее на повестке дня стоит вопрос участия России в газотранспортной системе Украины. Скажите, пожалуйста, интересна ли нам вообще сегодня эта тема и какая форма участия в этом газотранспортном консорциуме была бы приемлема и согласна мысль трехсторонней формулы участия, то есть привлечения европейских партнеров? Ну, первое. Украина нам, безусловно, весьма интересна как партнер. Интерес мы не потеряли ни к чему, потому что Украина – это наш ближайший сосед и близкое нам государство, с которым у нас тоже существует особое партнерство по самым разным направлениям. Но газовая тема действительно несколько изменилась за последнее время. Надо признаться, что после ввода в строй и выхода на полную мощность северного потока, что произошло в прошлом году, после начала строительства южного потока, что также началось в прошлом году, имея в виду другие перспективы развития наших газовых отношений с Европой, наверное, сейчас эта тема не столь актуальна, как она была несколько лет назад, при том, что мы все равно, естественно, готовы обсуждать с нашими украинскими партнерами любые интегральные вопросы. Что же касается темы консорциума, то здесь, мне кажется, сами украинцы должны понять, чего им надо. Вот если им этот консорциум нужен, двусторонний, трёхсторонний, они должны нас заинтересовать в том, чтобы мы в нём участвовали. Для нас сейчас это не то, что принято характеризовать коротким словом «маст». Это вовсе не то, к чему мы немедленно стремимся. Но если будут интересные идеи о том, как работать, если мы почувствуем, что нас в этом смысле рассматривают как полноценных долгосрочных партнёров, мы, конечно, с нашими украинскими партнёрами этот разговор продолжим. У меня на эту тему был разговор относительно недавно с премьером украинским и с соответствующим профильным вице-премьером. Естественно, этот разговор продолжается и на президентском уровне, а не так давно президент Янукович приезжал. Ещё раз говорю, это предложение должно быть интересным. А в каком случае оно будет интересным? Да только в том случае, если мы будем понимать, что наши интересы, в данном случае интересы Газпрома и интересы государства в целом гарантированы. А когда они могут быть гарантированы? Когда мы не попадём в ситуацию, при которой нас при определённых событиях просто выставят из этого консорциума или признают его несоответствующим тем или иным, например, европейским правилам или условно договору, который оформляет отношения с энергетической хартией. Так вот, поэтому альянс между Россией и Украиной в этом случае может быть только при условии выхода Украины из целого ряда соответствующих институтов, включая договор о присоединении к энергетическому союзу. Если, ещё раз подчёркиваю, это Украине интересно, неинтересно, пожалуйста, значит, мы будем развиваться своим путём, а Украина может оставаться в любых международных соглашениях, это её суверенное право. Но если мы о чём-то договариваемся, мы должны обеспечить свои интересы. Переговоры на эту тему продолжаются, значит, наши украинские коллеги нам периодически посылают сигналы, но дальше этих сигналов пока процесс не идёт. Ну, поживём, увидим. Продолжение следует...